В историко-культурном центре состоялась традиционная встреча представителей сферы здравоохранения с жителями округа. Такие мероприятия проходят ежемесячно. На этот раз большое внимание уделили развитию сети медучреждений. Стоит отметить, что наш муниципалитет – один из лидеров Подмосковья по вводу новых медицинских объектов. Видновская районная клиническая больница будет расширяться в ближайшие годы как в плане амбулаторно-политнической сети. То есть у нас будут открываться новые офисы врачебной практики, новые поликлиники, которые уже строятся. Две крупные поликлиники строятся в деревне Сабронова и в микрорайоне Приград-Лесное. Кроме этого, в параллель сейчас строится несколько офисов врачебной практики и несколько поликлиник более меньшего масштаба. Население в рамках диалога может получить ответы на интересующие вопросы. На этот раз была затронута проблема с труднодоступностью ультразвукового исследования. Да, у меня проблема. Каждый раз повторяем ее. Многие не могут сделать УЗИ. Я записана с 6 июня. УЗИ считают. И многие женщины, которые сюда приходили, люди спрашивают про УЗИ-стов. Появились у нас новые специалисты? Знают, что оборудование есть? В настоящее время планируется прием на работу дополнительных специалистов. Им будут оказаны меры социальной поддержки. Мы взяли такого врача. Уже началась разгрузка по УЗИ. И мы сейчас привлекаем дополнительно для того, чтобы сократить время ожидания. У нас идет положение динамиков. Также жители подняли тему вакцинации. Наступает осень, а вместе с ней и пора сезонных заболеваний. Рост ОРВИ уже отмечен за последнюю неделю. Привычная кампания, как это обычно, происходит с начала сентября. Вакцинация против гриппа. И в этом году она, как никогда, актуальна. Мы с вами пережили новую коронавирусную инфекцию, несколько штаммов. Мы с вами пережили очень тяжелый штамм гриппа. Солидарен с Тимуром Асановым и руководитель филиала Центра гигиены и эпидемиологии Подмосковья в Ленинском городском округе Владимир Касьянов. Особенно он попросил обратить внимание на важность вакцинации от тяжелых болезней для подрастающего поколения. Мы должны доказывать людям о том, что вакцинация – это дело для детей будущего. Все вопросы, заданные на встречу руководителей объектов здравоохранения муниципалитета, будут обсуждать на своих внутренних собраниях и доносить проблемы населения до руководства Минздрава Подмосковья. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Гульнар Абалаева, Видное ТВ. Продолжение следует...